В Владивостоке неизвестный угостил ребенка конфетой с наркотиками. Этот новостной заголовок сполошил жителей города, особенно тех, кто является родителем. По предварительной информации, инцидент с отравлением ребенка произошел 16 октября на улице Светлой в пригороде Владивостока. Когда мальчик гулял, к нему подошел неизвестный мужчина и угостил его конфетой, после чего скрылся. Когда школьник съел угощение, он почувствовал себя плохо и потерял сознание. 12-летнего мальчика с сильным отравлением отвезли в клиническую больницу номер 2. Врачи оказали ему необходимую помощь. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Между тем, сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. Тем временем в интернете горожане активно излагают свои версии на этот счет. Что-то не верится, чтобы 12-летний пацан взял конфету у какого-то мужика. Врет, явно чего-то принял и испугался ощущения от опьянения. Богатая фантазия у парня. Такую фантазию, да в правильное русло направить. Какая разница, угостили, сам купил. Страшно, что это дурь в свободном доступе даже для малолеток. Могу ошибаться, но на прошлой неделе в Уссурийске была подобная история с девочкой, возвращавшейся из школы. Только конфеты она выбросила и рассказала родителям. Во всяком случае, была такая информация в одной новостной ленте. Я сразу же стала со своим шестилеткой на эту тему разговаривать. Подобная история была и в мае 2015 года. Тогда родители учеников школы номер 58 были обеспокоены, что их детям на улице предлагают наркотики под видом жвачки. После обращения родителей начальник наркоконтроля начал проверку, параллельно подключив департаменты здравоохранения, образования и науки Приморского края. Но в результате тщательного расследования информация не подтвердилась. Могли просто подростки пошутить там жвачку насыпать какого-нибудь перца. То есть, чтобы наркотики давать детям 8 лет, ну это просто незачем. Деньги с них взять практически невозможно с этих детей, они маленькие. А смысл светиться где-то наркодилерам, я считаю, что совершенно не нужно. Несмотря на то, что информация может оказаться фейком, как в случае с жвачкой, безопасность жизни и здоровье детей всегда должна быть под контролем родителей. Необходимо объяснять детям, что ни под каким предлогом нельзя брать сладости и подарки у незнакомых людей. Первое, что нужно научить ребенка, чтобы он знал, что есть слово «нет», и на это слово он должен реагировать безусловно, всегда, вот на будущее. А потом уже частный случай, что там все так в частности у незнакомых людей брать нельзя, потому что это и опасно, и непредсказуемо, и неизвестно, с чем это закончится. Ну, во всяком случае, есть такая опасность для ребенка расстаться не только с родителями, но и с жизнью. Казалось бы, элементарные правила, которые известны взрослым людям. Тем не менее, придерживаться их получается не у всех. Алина Черненко, Кирилл Корнилов, Новости на Восьмом.